У всех, а не только у Керцкого, я первый заберу работу, так что вы настраивайтесь на то, что когда я буду выбирать работу, вам надо будет давать мне отчетливо. После этого мы перейдем в комнату, у нас деньги, деньги, нормы, и все будет хорошо. И второй час нашу связанную, соответственно, уже с другой темой. Да, и где-то между часами я вам отдам диктанты, сегодня я вам диктанты только отдаю, и пока по работе над ошибками ничего не объясняю, потому что по времени, вряд ли, я во второй час вложу это объяснение, но если там останется минут 4-5 дополнительных, то я вас продиктую, как ведаем работу над ошибками. Итак, начинаем мы с вами. Рассматриваем домашнюю работу. Поднимите, пожалуйста, руки, кто сделал ее, с кем сейчас можно разговаривать. Ну вот мне достаточно спасибо, я не проверяю, просто запомнить. Давайте вы начнете второй пункт отвечать, пожалуйста. Второй пункт. Ну, в первом, все выписали насытить, и я думаю, конкурса не было. Насыщу, насытишь, совершенный глагол второго спряжения. Насыщенный, округольная часть речи прилагательной. Нет, про прилагательное ничего писать не надо, здесь прилагательного нет. А вот вы сначала правильно все прочитали. Насыщу, насытишь, насыщенный, сок. Это означает, что перед нами глагол второго спряжения совершенного вида. Это вот под цифрой 2 пошло. Дальше, что еще во втором пункте делать? А насыщенный не надо, что ли? Нет. Почему? То есть, в принципе, не во фраге указано. Объясните, вот, суть вопроса. Посмотрите, возьмите листочек сейчас грубого. Возьмите вот там, чтобы вы видели. И посмотрите, слово насыщенный, это другое слово, как прилагательное. У нас с вами в этой словарной статье нет слова насыщенный, как прилагательное. Это глагольная форма, причастие страдательное, которая косвенно показывает, что перед нами переходный глагол, потому что именно у переходных глаголов эта форма образуется. Формы при частях речи приводятся иногда развернуты для того, чтобы показать нам некоторые сложности в их образовании. Но пытаться чистеречную принадлежность менять внутри, это очень опасно, потому что это неправильное понимание грамматических пометок. Итак, весь анализ слова строится из того, что вы помету выписали, потом объяснили. Соответственно, она входит в грамматические пометы, входит, вы ее выписываете. А в толковании ее, что перед нами глагол, второе спряжение совершенного вида. При части одна из форм глаголов нам показана, как они образуются. Но это не весь второй пункт. Что еще во втором пункте? 2, 1, 2, 3, 2, 4. 2, 1, 2, 6. Я не вижу. Вот там, где-то стоит коробочка, посмотрите, возьмите, если там что-то есть. Накормить нос. Нужен внутренней поддержкой, предлога удушевленного. Как правило, существительное. Неплохое толкование, только вот значение не должно здесь еще идти. У вас пункт 2, 1, это вы выписали по мету кого, сколько, что. То есть значение, это третий пункт у нас пойдет. А вот объяснили вы его в пределах того, что нужно, только длинноватая запись, но в принципе, если вы так будете писать, это нормально. То есть вы сказали, нужен винительный поддержка без предлога, одушевленное существительное. Здесь нужно говорить еще, что как правило, одушевленное, потому что в скобках, что же, это неодушевленное. Во-первых, в скобках, что дано нам для того, чтобы мы видели, что это винительный поддержка неродительного. Это не указание на неодушевленное существительное. Во-вторых, в словаре вся сочетаемость по одушевленности и неодушевленности дана именно так, что это тенденция сочетания. Это не правило, что другого нельзя. Поэтому каждый раз объяснять. Вы, конечно, можете пользоваться фразой «как правило, одушевленное существительное». Но вообще-то здесь можно писать корректнее, короче, помета «кого что» в переходный глагол, то есть слово «переходный» у нас появляется, и пишите «с одушевленными существительными». Это максимально короткая и четкая запись. Но еще раз скажу, те, кто не понимает, что такое переходность и прочее, достаточно, чтобы понимали, что нужен винительный без плюсов. 2-2. Есть какой-то комментарий? 2-2. Есть или нет? 2-2 нет. Нет, 2-2 просто нет. Нет, это совсем плохо. Значит, сейчас понимаем. Если помета, то кого что, потом здесь что, и здесь что? Во втором значении собственные грамматические пометы не приведены, значит, пункта 2-2 у нас не появляется. 2-3, 2-4, там что появляется? Там помета что, они в один объединяются? Их можно объединить, потому что помета повторяется для краткости записи. И что означает помета? Нужен винительный поддержка из предлога, неодушевленное существительное. Все хорошо. И либо просто опять позиция переходный с неодушевленными существительными. Все по второму пункту. Вот у нас второй пункт закрылся. Те, кто умеет писать контрольный в 15 баллов из 10 возможных, те по дороге должны отметить, что второе значение описано словарем не вполне верно, потому что это значение тоже переходное, и там вообще-то должна быть помета что, но она по какой-то непонятной причине выпала оттуда. Но вы описываете то, что есть в словаре, и только те, у кого знаний хватает, чтобы замечать небольшие неточности или большие неточности, те могут про это дополнительно писать, если хватит времени. Итак, второй пункт еще раз весь повторяю. Под цифрой 2 у вас переписаны пометы насыщу, насытишь, насыщенный сов, следовательно, глагол второго спряжения совершенного вида. 2.1 переписана помета, кого в скобках что, переходный с одушевленными существительными. 2.3 и 2.4 в одной строке можно объединить, переписана помета что, переходный с неодушевленными существительными. Все, второй пункт закрыт. Третий пункт, пожалуйста, кто на себя берет. Ау. Ну попробуйте. Вот видите, вот если вы мне так напишите толкование через объяснение во всех пунктах, вы на самом легком пункте получили незачет за работу. Потому что есть пункты для переписывания. Они не веселые, не развлекательные, но их надо переписывать и читать. Потому что вы здесь показываете, что вы понимаете границы толкования. Соответственно, читайте, что в 3.1 вы напишите. Не писали дома, да? Да, то есть начинайте словами. Ну читайте, пожалуйста. Третий день накормит до осуществления толкования через объяснение. 3.2 сделать насыщенный толкование через объяснение. Вот стоп, вы потеряли границы толкования. У вас границы толкования сделать насыщенным в первом значении. Как только вы эту скобку потеряли, это в 3.2, как только вы эту скобку потеряли, вы на самом деле изменили толкование, причем очень существенное. Кто понимает, что это за скобка? Зачем она? У насыщение слова насыщенное. Совершенно верно. Слово насыщенное, многозначное. И бывает, что нам показывают в связи слов со всем комплексом значений многозначного слова. А бывает, что с каким-то из значений. И если с одним, то это обязательно надо указывать, потому что это другое толкование. Так что скобку вот эту не теряйте. 3.3, пожалуйста. Подождите, первое значение, которое здесь указано, в этой словаре? Нет, опять вопрос, из которого понятно, что вы меня не слышите. Слово насыщенное в первом значении. Где у нас слово насыщенное? Листочек берите, смотрите. А, ну да. Нас сослали на другую словарную статью, причем не целиком на нее, а на первое значение многозначного слова. А, все понятно. Именно поэтому важно видеть эту часть толкования. Что это не ссылка на все слово, а ссылка на одно из его значений. 3.3, пожалуйста, читайте. А то, что специально, это не адвокат. Это не здесь еще. Толкование через объяснение. 3.4. 3.4. То есть, путь легкий. И ошибиться в нем можно только, либо если вы поленитесь переписывать и не покажете, что вы видите границы толкования, либо если вы не замечаете сами эти границы, начинаете вписывать туда что-то не то. Типичная ошибка. Люди грамматические пометы дублируют внутри толкований или стилистические пометы. Это, конечно, не критически для понимания словаря, но с точки зрения самостоятельной, это знак, что вы не понимаете смысла информации. Не видите, где толкование, где пометы. Итак, третий пункт. Прочитали? Четвертый пункт. С ним разбираемся. Кто на себя берет? Давайте кто подальше сидит, чтобы лучше было всем остальным слышать. Ну, снова поднимайте, кто делал. Развоитесь сами. Поднимите, пожалуйста, руку, кто выполнил домашнее задание. Читайте, пожалуйста, четвертый пункт. Не писали четвертый пункт? Ну, соседка ваша, пожалуйста. Есть стилистические пометы, употребление не во всех списках. Это минус информация. То есть это вы так описали информацию, что вы сказали все неправильно. Вот понимаете, то есть все, что можно было... У нас как это не было? Да как это не было? Вот смотрите, у нас есть помета до цифры 1. Нет. Нет. После цифры 1 стилистическая помета есть? Нет. Значит, вы прошлое занятие невнимательны. Были мы даже в примечании этот пример прописываем. На пункте 4 вы должны записать стилистических помет нет. Слово нейтральное употребляется во всех стилях без ограничений. Так, потому что у нас первое значение нейтральное. Это значит, что когда вы предъявите слово вне контекста и зададите любому внятному человеку вопрос насытить слово стилистически окрашенное или нейтральное, он вам должен ответить нейтральное. То есть за ним никакого стилистического шлейфа нет. Слово нейтральное. А вот дальше идут пункты 4.2. Специальное. Слово относится к кругу профессиональной, технической или научной речи. Тяготеет к книжным стилям. Про тяготеет к книжным стилям дописывают те, кто понимает. Для тех, кто не понимает, достаточно переписать, как дано в словаре, что это слово из профессиональной речи. 4.3 и 4.4 объединяются. У них одна и та же помета переносная. Переносная означает, что у слова есть дополнительная образность. Надо объяснять, что за образность и откуда. Ау, поднимайте голову. Когда человека называют лисой, что имеют в виду? Либо хитрый, либо рыжий. Превращается при этом человек в лесу? Не превращается. Более того, если мы начинаем думать, то мы видим, что слово лиса не передает оттенков значения хитрый. Мы этим словом можем описать лукавого человека, можем описать ироничного человека, который говорит не вполне точную информацию. Можем описать вора, можем описать много разных проявлений хитрости. То есть образные смыслы никогда не бывают конкретно идеальными с точки зрения вот такой точности книжной речи. Поэтому помета переносная, хотя вообще-то не является указателем на стиль какой-либо, но раз у слова дополнительная образность, значит в какие стили не попадает это значение? Там, где нужна жесткая точность, то есть в научной и официальной деловой. Соответственно, 4344 мы выписали по методу переносная, следовательно, у слова есть дополнительная образность, и оно не употребляется в научной и деловой речи. Итак, еще по четвертому пункту комментарий. Не бывает общих описаний слова целиком, как правило, не бывает, только если оно нейтральное. Когда же какие-то пометы есть, надо очень внятно смотреть, к чему они относятся, и описывать этот фрагмент. И помнить, что для этого издания словаря, по крайней мере, первое значение, это значение наиболее общее и воспринимаемое людьми как основное, носителями русского языка. Если оно нейтральное, то человек словом воспринимает как нейтральное в целом. Но конкретные значения, реже употребляемые, они могут быть сдвинуты внутри стилей. Понятно по четвертому пункту? Кому непонятно, больше здесь уже не объяснить, потому что это вот уже упущенная, значит, информация. Пятый пункт у нас. В слове проставлено ударение падает на второй слог неподвижный, если я не ошибаюсь. Дальше. Шестой пункт. Все слова и формы даны орфографически верно. Седьмой пункт. Приведены примеры употребления ко всем значениям. Насытить, что сделать? Насыщаю. Другой глагол несовершенного вида. Подвижность описывается в пределах форм этого глагола, а не в пределах однокоренных слов. Словарь находится на позиции, что глаголы разные по виду, это разные слова, поэтому так нельзя привести к нему. Если бы ударение двигалось, нам бы обязательно была приведена форма, где оно подвинулось. Поэтому здесь смотрите, не просто пользуйтесь своими знаниями об этом слове. Это бывает опасно. Комментируйте пометы. Тогда все хорошо. И если вы видите, что ваши знания о слове расходятся с тем, что пишет словарь, вот тогда вы можете писать примечания, комментарии и зарабатывать на этом бонус, что вы еще что-то порассуждать можете. Но словарь надо постараться описать точно то, что там написано. Пожалуйста, у вас есть время для вопросов. Прошу всех внимательно слушать ответы, потому что повторяющиеся вопросы я буду игнорировать. У меня вопрос. Пожалуйста. Склонение у существительных почему-то определяется, то есть в научной сфере что-то первое, второе, второе, что они не имеют. Вы хотите причину, почему в академической грамматике... Как нам использовать? Вам использовать по школе. Если не хотите использовать по школе, можете использовать по научной грамматике, ну тогда, пожалуйста, поясняйте, чтоб я вам не подчеркал. Вообще, с точки зрения ученых, трех склонений не существует. Существует значительно больше типов склонений, у существительных до девяти. И в научной грамматике на первом месте стоит склонение по типу город-село, потому что в новообразованиях русского языка в 20 веке это самая частотная пополняемая группа. То есть по этой логике на первом месте. А большинство слов русского языка вода-земля, поэтому по школьной грамматике там первое склонение. Так что не заморачивайтесь особенно с этим по школьным языком. Еще вопрос. Первое и второе лицо нам дается для того, чтобы мы описывали систему спряжения. Понятно? То есть именно это. Вы можете расписать, что у глагола есть первое и второе лицо, но это значит, что вы описали не полностью то, что нужно. Потому что нам эти формы приводятся именно для определения спряжения. Это вариантные окончания. В грамматических пометах в данном случае вы укажете, что форма родительного падежа единственного числа может образовываться двумя способами. С помощью окончания А и с помощью окончания У. В русском языке такая вариантность сохранена в некоторых словах чая-чаю, чашка-чая, чашка-чаю. То есть это вариантные формы. Они между собой плохо разведены. То есть есть некоторые интуитивные ощущения, когда мы что говорим, когда скажем нафталина, когда нафталину. Но про чай есть прямо описание, когда мы говорим чашка-чая, а когда чашка-чая. А вот про нафталин нет. Там просто конкурируют два окончания. Дальше вопросы. Как определять переходный глагол? Если есть пометы, указывающие на необходимость винительного падежа без предлога, то он переходный. Если пометы кого, кого что или просто что нет, то он непереходный. Косвенным указателем на переходность является страдательное причастие, но пометы кого что всегда дублируются. Они есть. И если они отсутствуют, то это знак непереходности. У глагола обязательных четыре категории всегда показываете. Это часть речи, глагол. Это спряжение, то есть как образуются формы. Это вид. И переходность, непереходность. Вот четыре позиции у вас всегда закрыты по глаголу. Дальше вопросы. Вот эта помета, она просто расшифровывается. Там ничего дополнять не надо. Как правило, первое и второе лицо не употребляется по причинам лексическим, то есть что это слово не надо относить к себе и к собеседнику. Не принято. В пункте 2 вы описываете в соответствующем подпункте, например, 2.2, что есть такая помета, и ее достаточно просто расшифровать, то есть из нее никаких больших выводов делать не надо. Следующий вопрос. Кого чего? Помета кого чего, если она именно так дана, как вы привели, то есть через дефис. Если кого чего, чего в скобках, тогда перед нами не форма винительного падежа, а форма родительного падежа требуемая. В скобках что или чего, при кого, приводится именно для того, чтобы мы различили падежи, которые по одушевленным существителям совпадают. Какое слово конкретно? Наудить. Это еще и сложная ситуация, потому что глагол наудить, он переходный, но действие может, но прямое дополнение может быть выражено как винительным, так и родительным падежом. И нам как раз здесь про это и говорится. То есть, ну, в русском языке это не слишком редкое явление, но считается, что родительный падеж появляется как прямое дополнение в разговорной речи, часто, но в некоторых случаях и в книжных стилях тоже нужен именно родительный падеж. Пожалуйста. Вот, натолкнуть кого что, на кого что? Это означает, что глагол переходный, раз есть кого что, но с ним должен появиться еще и винительный падеж с предлогом на. То есть, ему нужно два зависимых слова, винительный без предлога и винительный с предлогом. Понятно? Ну, натолкнуть человека на окно. Да, то есть, два зависимых слова, типичная несочетаемость. Как спряжение определять? Спряжение. Если ешь, то первое спряжение во втором лице, если ишь, то второе. Мы смотрим на второе лицо. Ешь, ишь, конкуренция. Дальше. Посмотрите в листочке, друзья. Все, что вы там сейчас находите и вам непонятно, все это вам тут же может вернуться в самостоятельной работе. Все, что вы спросите, разъяснится. Можно? Да, конечно. Я тоже смотрела, что у людей было слово подлить. И там было приведено, ну, сначала долью, дольешь, подлив и подлив. Почему два одинаковых слова? Ну, я сейчас не могу, не посмотрев, не очень понимаю, что вы имеете в виду. Ну, как бы там форму, вот так. Скорее всего, вы не посмотрели на ударение. Вот то, что вы сейчас приводите, скорее всего, там написано подлил и подлил, потому что в этом слове возможно вариантное ударение. Но когда у меня нет словаря, чтобы открыть и проверить, я не могу сказать. То есть, там интернет-давер, там не было вообще разное ударение. Это как раз то, о чем я вас предупреждал, я предупреждал, что электронные версии словарей в России пока не доведены до такого уровня, чтобы можно было на них жестко ссылаться и говорить, что там все в порядке. Понятно, что при сканировании они могли просто потерять значок ударения, и в результате пометы сбились, и не очень ясно, что они хотят сказать. Вопросы дальше. Почему в электронном виде не развитой словаре? Их же вроде печатают на компьютере. Именно поэтому, что те, кто печатают, они их не собираются выкладывать. А те, кто их сканирует и выкладывает, и обрабатывает, понятно, что это большая работа такой словарь переработать. Ну и кроме того, электронные словари это вообще другой носитель информации по сравнению с бумажным. У него другая психология. И те электронные словари, которые созданы, например, для английского языка, это наглядно показывает. Там другая модель словарная. Там другое общение между словарными статьями. Они перегруппировываются в зависимости от запросов. И это очень важно учитывать. А просто выложить в интернет бумажный словарь, это значит, ну там, вернуться на 50 лет назад в практике работы со словарями. Почему у нас группы над электронными словарями работают? Там мощнейшие ученые, но пока в открытом доступе нет. Но мне неизвестен такой словарь, который я бы мог посвятить. Ну, такую статью я вам, к сожалению, не дам для анализа. Но это означает, что это слово лексически очень близко к тому, на которое сослались. И, соответственно, надо смотреть его и видовое противопоставление. Он читывает толкование? Да, да. В данном случае как раз ссылка поведет. Дальше вопросы. А в наречии нужно что-то писать? Вот, например, на ударке. В наречии вы определите, что это наречие, и это там прямо написано. То есть у нас будет грамматическая помета. Все остальное будет, как у всех других слов. Нет, ну во втором пункте. Вы напишите наречие. Дальше вопросы. Нет больше вопросов? Достаем одиночные листочки. Подписываем фамилию, группу. По диктантам далеко не у всех могу разобрать фамилию, которую вы написали. Будьте добры, напишите себя, любя. Так, чтобы я видел какие-то буквы и не искажал потом ваше поведение. Делимся на варианты. Лишни в стене вариант первый. Второй человек от стены. Второй вариант. Третий вариант. Ой, простите, третьего не будет. Первый. Хватит непровердки. Вы второй вариант, включая вас. Вы первый вариант. Вы второй вариант. Вы первый вариант. Вы вдвоем второй вариант. Запишите, пожалуйста, сразу варианты, чтобы вам легче было. Итак, сейчас я посмотрю, как первому надо отсюда. У первого варианта будут слова наткнуться. Наткнуться и наука. Не, наука длинная. Давайте натяжка будет. Наткнуться и натяжка. А у второго варианта будут слова натянуть и наука. Первый вариант. Наткнуться и натяжка. Второй вариант. Натянуть и наука. Есть еще кусочек? Передайте, пожалуйста. Еще кто-то остался здесь? Продолжение следует. Продолжение следует. Друзья, не отвлекайте друг друга. Вы просто будете сильно мешать. И не напишите ни тот, ни другую. Наткнуться и натяжка. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Точность речи зависит, первое, от учёта значения слова. Второе. Учёта типовой сочетаемости. Третье. Учёта стилистической окраски. То есть, вот минимум три механизма в речи надо всё время учитывать, если ты хочешь говорить точно. Это учёт лексического значения, учёт типовой сочетаемости, учёт стилистической окраски. Так или иначе, всё, что мы с вами будем говорить о лексических нормах, связано с этими тремя механизмами. Но, конечно, каждый из них нужно прояснять. Начинаем мы с вами с учёта значения. Если по мотивам работы со словарём вам кажется, что учёт значения, это значит, бери словарь, каждое слово перепроверяй, то это совершенно не так. Более того, в словаре наш мозг увязаны непрямо и достаточно плохо увязаны. Потому что это очень разные по своей сути источники информации, носители информации. И вообще программируются они по-разному. Соответственно, нам нужно понять, что то, что написано в словаре, в нашей голове вообще никак не написано. Понимаете? То есть там просто нет такого кластера, где бы это было записано. У нас в голове всё это хранится в виде некоторых концептов или сгустков смысла. Эти сгустки смысла связаны с речью, связаны с формальными особенностями языка. Но когда мы хотим говорить точно, мы оперируем не словарными значениями, а оперируем именно теми смыслами, которые есть в голове у нас и в голове у наших собеседников. И, соответственно, есть стили, где всё стремится к учёту словарных значений, например, в научный стиле, официальный, деловой, но о них мы будем говорить чуть позже. А пока общая идея такая. Любое лексическое значение представляет собой совокупность компонентов. Это всегда не один компонент, а совокупность компонентов. Если не разбираться с устройством самого лексического значения, а структура у него полевая, соответственно, там есть ядро, там есть периферия, там есть цемы как компоненты значения. Но в самом простом виде мы можем нарисовать это как некоторую совокупность микрозначений. Но для того, чтобы было понятно, давайте подписываем, какие микрозначения входят в понятие стол. Вот что у нас есть в слове стол? Рассказывайте мне. Это мебель, да, то есть вот мебель самого по себе. Не микрозначение, а достаточно большое, но вот сюда оно входит как микрозначение. Что еще? Предмет интерьера и мебель работает здесь в одном, я не думаю, что принципиально. А вам, я уж испугался, поэтому придется говорить, что я не приму работу. Вот, извините. Очень мудро сказано. Давайте попроще скажем, как внешне выглядит стол. Вот, ножки, да, то есть вообще по описанию там обязательно должны быть ножки, и там должна быть крышка, да, то есть вот вообще это крышка на ножках, да. Причем количество ножек, оно неучтенное. Бывают столы на одной ножке, если вы хотите, купите 20 ножек в Икеа, прикрутите к одному столу, будет стол на 20 ножках. С крышками чуть сложнее, бывает немного, но, как правило, это крышка, да. У него есть форма, тоже прописываем, да. Потому что для нас правда важно овальный, он прямоугольный, квадратный, круглый. Когда мы идем выбирать стол, мы смотрим на это. У него есть материал, совершенно верно. Размер, да, давайте. Не будем на длине ножек останавливаться, а просто скажем, что у него есть размеры, и они для нас тоже значимы. В частности, если построить стол размером с трехэтажный дом, он становится памятником столу, а не столом. Потому что им просто неудобно пользоваться. Соответственно, размер. Конечно, правильно кто-то сказал, функции, да. Мы не будем их сейчас расписывать, хотя можем показать, что функции для нас первичны, поэтому мы различаем письменные, обеденные, кухонные, компьютерные, журнальные столы, разделочные столы, хирургические столы и прочее. То есть у нас много разных столов. А предметный стол и газмоба? Нет, вот давайте здесь находиться в основном значении, потому что иначе мы, если начнем рассматривать стол, как совокупность блюд, или стол как учреждение. Все эти значения тоже есть у слова стол, так же как стол у станка и у других механизмов, то значение, о котором вы говорили. То есть не будем переносить эти значения, будем внутри одного держаться. Еще что? Давайте я покажу еще несколько... Скатерть. Скатерть? Нет, к столу не имеет так прямо отношения, хотя исторически стол это и есть скатерть. Ну вот, внимание, пожалуйста. Вот мы написали нечто. Мне хочется показать вам, что тут можно писать еще много чего. Но я покажу только на двух деталях. Ну, во-первых, столы, как правило, переносны. Они, как правило, подвижны. Если мы начинаем думать, где стол неподвижен, то мы можем припомнить немного случаев. В частности, столы могут быть привинчены в медицинских целях, в тюрьмах и домах сумасшедших. Столы, как правило, как и вся мебель привинчены. У нас есть там в пабах полка, которая идет вокруг по заведению. Ее условно тоже иногда называют столом, хотя она не представляет собой крышку на ножках. Но, как правило, столы переносны. Согласитесь, да, с этим? Что он подвижен. Вот. Итак, он переносной. Это вроде бы мелочь, но эта мелочь работает на самом деле. И когда мы начинаем описывать стол и, например, обсуждаем с вами, как нам побелить потолок, то мы начинаем стол двигать, чтобы на него поставить стул и полезть наверх. И так далее. То есть переносной стол, он, это работает в некоторых случаях. Еще хотел бы показать, что у стола есть ценность. Да? Причем я сейчас не говорю о чисто материальном воплощении ценности, о деньгах. И мне интереснее вам показать, что у него есть другая ценность. В частности, нам всем достаточно часто приходится избавляться от мебели, а мебель обладает ценностью. И мы норовим ее не выкинуть, а куда-нибудь деть. То есть кому-нибудь отдать, продать за недорого. Даже когда выносим на помойку, мы ставим так, чтобы кто-то мог унести, чтобы ему не стремно было это забрать и унести. То есть мы на самом деле чувствуем эту ценность и не любим с ней расставаться. Более того, если там в традициях, в культуре есть выбрасывание на карнавале мебели в окна, то это тоже замена одной ценности на другую. Ну кто в детстве бросал что-нибудь с балконом прохожих, те знают, что это правда тоже ценность, только хулиганская такая. Вот, но она существует. Понятная мысль? Вот теперь запишите, что такое точность речи в этом смысле. Говорить точно значит выдвинуть на первый план важные компоненты значения. Говорить точно значит выдвинуть на первый план важные компоненты значения и убрать на периферию, редуцировать то, что в контексте не важно. И убрать на периферию не важно. То есть в лингвистике это называется процесс актуализации значений. Каждое слово можно описать большой совокупностью микрокомпонентов. Человек говорит точно, если при употреблении слова всегда понятно, какие компоненты он выдвигает, а какие убирает. И человек говорит не точно, если нашему мозгу, чтобы понять, что он говорит, надо самому пересчитать все компоненты и только тогда выявить, что он имел в виду. Запишем пример со словом стол, который показывает, как движутся эти значения. Пример будет такой. Столом служил нам выступ скалы. Столом служил нам выступ скалы. Вот посмотрите на написанное. Надеюсь, у вас что-то подобное уже нарисовано в тетрадях. Если не нарисовано, то обозначьте. И посмотрите, что в том контексте, который мы привели, мы зачеркнули почти все, что здесь есть. То есть вот ваш вопрос про ножки. Он ушел, да? Более того, вряд ли это можно назвать мебелью. Согласны? Точно не переносной. Да, он точно не переносной. Интересно, что в этом контексте даже материал уходит на задний план. Потому что вряд ли кому-то из вас в голову пришло, интересно, из какой породы это скала. Базальт ли это или песчаник там или что? Нет, и формы не остается. Я вам сейчас покажу. А может быть, она вот такая вот? Зато плоская цвета. Вот, правильно, у него остается то, что она относительно горизонтальную поверхность нам дает. Относительно горизонтальную, в смысле, чтобы стакан не падал. Потому что там четкие уровни подвижности, наклонности, шероховатости, все это терпимо. Главное, чтобы не сваливалось ничего. Так ведь? Более того, мы можем предполагать, что на этой поверхности будет лишайник. Кто-то у себя дома разводит лишайник на столах? Более того, если он разведется, вполне вероятно, вы будете считать, что стол надо выкинуть. Но в данном случае эта вещь не принципиальная. Итак, посмотрите. Он не переносной. У него нет ценности в том смысле, в каком есть у стола. У него нет почти ничего, кроме функции. Причем внутри функций мы тоже можем с большой уверенностью говорить, что, скорее всего, речь идет о туристическом перекусе. Что вряд ли там завещание сейчас пишут на этом выступе скалы, чтобы потом сброситься. Вряд ли там делают операцию хирургическую. Ну, то есть, теоретически, все это возможно. Вы можете сочинить такую историю. Но, скорее всего, в этом контексте речь идет об одной простой функции. О функции обеденного стола, удобного места для перекуса. Понятная логика? То есть, вот, если вы так научаетесь двигать значения, то вы начинаете говорить очень точно. Люди вас понимают, причем им это делать легко. Потому что трудно нам понимать других людей именно, когда нам нужно самим всю эту его речь запомнить. И потом пересчитать все компоненты значений. И сделать для себя вывод. Скорее всего, с такой-то долей вероятности он имел в виду вот это. Но это очень тяжелая работа, и она в быту, в обыденной речи нам совершенно не нужна. Она иногда бывает нужна в деловой речи, при перепроверке истинности там сказанного и прочих каких-то вещах. В научной речи бывает важна. Но ученые тоже стараются говорить так, чтобы были выдвинуты на первый план нужные вещи, и остальные убраны, как в данный момент не самые главные. Как научить свой мозг с этим работать? Вообще очень просто. Для этого не надо копаться в голове и не надо выполнять много упражнений. Надо просто научить себя видеть микрокомпоненты в словах. Мозг сам потом научится выдвигать нужное, потому что это для него естественная операция. Он так делает каждый раз, просто иногда мы это делаем удачнее, иногда менее удачно. Но это общее свойство употребления слов. Подзаголовочек делайте паронимы. 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 Паронимы – это похожие слова по точному определению. Паронимы – это слова одной части речи, часто однокоренные, близкие по смыслу, но не взаимозаменяемые. Слова одной части речи, часто однокоренные, близкие по смыслу, но не взаимозаменяемые. Когда мы берем такие... Ну вообще традиционно в культуре речи изучаются паронимы, и обычно они изучаются с точки зрения речевых ошибок. Исходит преподаватель как бы из того, что вы можете путать слова типа «одеть», «надеть» или «предоставить», и надо вас научить, чтобы вы не путали. Вообще по секрету вам скажу, что авторитетные лингвисты уже лет 15 назад написали статьи, что хватит учить студентов разграничивать «одеть», «надеть», потому что объективно их в языке сегодня ничего не разграничивает. То есть есть некоторые правила, но эта ошибка стала настолько повсеместной, в том числе в речи грамотных и высокообразованных людей, что можно признать, что глагол «одеть» вытеснил глагол «надеть» с течением времени. И это долго шло и произошло, наконец. Но в частности кто из вас понимает, чем «одеть» и «надеть» отличается? Ну попробуйте. «Одеть» — это кого-то, а «надеть» — это себя. Ну вот видите, это на самом деле ведь не так. Разве одеваться самому нельзя? «Надеть» — это какого-то предмета одежды, а одеть — это какого-то человека. А что одеваешься, когда это не одежда? На самом деле отличия у этих слов грамматические и смысловые. Смысловых вы совсем сейчас не чувствуете, а грамматических называете половину. Правда. «Надевать» — это нанизывать, совершенно верно, колпачок на ручку. А «одевать» — это окружать, опутывать. То есть по приставке «о» и «на» они семантически противопоставлены. В грамматике они противопоставлены так. «Одеваем» «Одеваем кого-либо во что-либо». То есть одежда в ввинительном падеже с предлогом «в», а человек без предлога в ввинительном падеже. «Надеваем» что-нибудь на кого-нибудь. То есть одежда в ввинительном без предлога, а человек с предлогом на в ввинительном падеже. То есть вы, когда свои примеры приводили, вы брали только половину. Вы рядом не ставили одежду и предмет, на который надеваем. Глагол «одеть» фактически сейчас вытесню глагол «надеть». Мы употребляем его один вместо другого. Но я-то извините, что так сбился. Я-то вам все это начал говорить, что не в этом дело. Я не очень верю, что вы ошибаетесь, а кто ошибается в паронимах. Но это беда, с которой вам надо лично побороться. И она мало имеет отношения к нашим занятиям. Гораздо больше к нашим занятиям имеет отношение то, что когда сравниваешь близкие слова, то научаешься видеть микрокомпоненты значений. Потому что что значит близкие? Это значит, в этом наборе компонентов у них много общего. И есть несколько, которые их различают. Вот мы сейчас с вами и будем разбивать эти пары паронимов, стараясь себе составить словосочетания с этими словами, так чтобы они оказались в оппозиции слова друг к другу. И потом объяснять, чем же, каким компонентом значения эти слова различаются. Пары удобно писать в два столбика. И, соответственно, после каждой пары оставлять строчку, чтобы потом дописать туда слова или значения, если это потребуется. Итак, глиняный, глинистый. Глиняный, глинистый. Соседний, соседский. Абонент, абонемент. Обидный, обидчивый. Представить, предоставить. Складной, складской. Невежа, невежда. Ну, пожалуйста, ваша задача сейчас составить словосочетание с каждым из этих слов, причем так, чтобы в парах они друг друга не заменяли. Ну, например, берег, он может быть и глиняный, и глинистый. Поэтому слово берег лучше не подбирать, а искать другие пары, чтобы четко различить эти слова. Еще раз подчеркиваю, ваша задача сейчас не подтвердить, что вы не ошибаетесь. Я не верю, что в этих словах вы ошибаетесь, но может там за исключением невежи-невежды им представить-предоставить, где традиционная трудность на развлечение слов. А в остальных словах вы, конечно, их отличаете. Старайтесь увидеть, какой компонент значения их противопоставляет. Работаем. Извините, а можно пример? Да нет, понятное. А я только что приводил пример. Вот что я только что про глиняный и глинистый вам рассказал. Про берег. Берег, слово их не противопоставляет, потому что и берег бывает и глиняный, и глинистый. А что бывает еще глиняным? А горшок бывает глинистым. Нет, значит, глиняный горшок нам подходит. А что бывает глинистым, но не бывает глиняным? Ну, почва, вообще-то, можно так сказать, глиняная почва, хотя это и странноватое. А вот вода, например, глинистая бывает, а глиняной воды не бывает. Вот когда вы напишите «глиняный горшок, глинистая вода», вы достаточно четко противопоставите друг другу эти слова. И вот так с каждым словом в пара. Спасибо. 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 Итак, первую пару комментируйте, пожалуйста. Спасибо. А глиняный? Сделано вообще не принципиально, потому что глиняный комок его никто не делал. Он, соответственно, не делал. Ну да, то есть глиняная, на самом деле, это стопроцентная глина. Вот что принципиально. Сделанный, не сделанный, может добавляться. А глинистый, как вы совершенно верно сказали, с примесью глины. Следующая пара. Соседский дом, соседская собака. Соседский дом находится, соседский дом находится, соседский дом находится. Нет, вот так как вы сказали, у соседей, то это тоже может оказаться соседней. Она принадлежит, и, соответственно, соседскую собаку можно встретить в другом городе, потому что она сбежала, но она все равно соседская собака. Соответственно, у нас разграничение именно такое, по принадлежности. Соседний по смежности, соседский по принадлежности. Идея связи с соседями может и там, и там проясняться. Дальше. Глухой абонент, по-моему, во что-либо? Ну, скажите, во что? У меня фитнес-клуб. Фитнес-клуб, например. А чего же глухой абонент-то? Можно сказать? Это может, но абонент не обязательно связан с телефонной связью. Да, ну, конечно, как человек. Расскажите, итак, абонент это человек, а что это за человек? Который используется. Вот, это очень правильный ответ. Вообще-то, эти слова именно так и должны быть связаны. Абонемент это право на получение услуг, либо документ, подтверждающий такое право, А абонент это человек, владеющий абонементом. Только в русском языке у этих слов странная история. Везде, где мы употребляем слово абонемент, мы не говорим, что мы абоненты. Например, когда у вас есть абонемент в бассейн, вы не говорите, что вы абоненты бассейна. Также абоненты фитнес-клуба вы тоже вряд ли говорите. Как долго мы себя называем абонентами, мы тут же забываем, что у нас должен быть абонемент. То есть мы говорим абоненты сотовой связи, например, но мы не считаем, что у нас есть абонемент на сотовую связь. То есть эти слова в русском языке как-то себя странно повели, произошла дифференциация, и они, если и путаются, то только по созвучию. А на самом деле интересно, что они в пару не вступают. Дальше, пожалуйста. Обидная фраза и обидчивый человек. Обидная фраза – это какая фраза? Которая вызывает обидание. Вызывает обиду, которая нацелена на то, чтобы обидеть. Хорошо, а обидчивый человек он какой? Обидчивый человек, имеющий склонность к обиде. Во-первых, обидчивый – это черта характера, это важно здесь видеть, это микрокомпоненты. И, как вы верно сказали, это не просто человек склонный обижаться, а склонный обижаться легко и по пустякам. Да, то есть обидчивыми мы называем не тех, кто действительно кем-то обижен, а тех, кто обижается без повода. Дальше, пожалуйста. Представить компанию, предоставить услугу. Представить – это же в смысле вообразиссии или что-то? И в этом тоже смысле, и в представить – в награде тоже, и в этом смысле. И представить в смысле – знакомьтесь. И представить в смысле – знакомьтесь. Вот вообще во всех контекстах, где эти слова вызывают трудность, по-моему, удобно помнить, что у представить есть микрокомпонент – знакомить. А у предоставить есть компонент – передать, но нет компонента – знакомить. Пример. Что такое представить доказательство и что такое предоставить доказательство? Представить доказательство. Представить доказательство – это, собственно, доказать. Например, представьте доказательство теоремы. И человек выходит и доказывает эту теорему. Или, например, адвокат представил убедительные доказательства, это он выступил в суде. А предоставить доказательства, в данном случае, это, скорее всего, улики, которые надо куда-то передать. Понятная ситуация? Но эти слова действительно очень часто путаются, особенно в словосочетаниях представить возможность и предоставить возможность. Что с возможностью делает? Ее предоставляют, то есть она появляется, это мы ее предоставили, дали такую возможность. А представил возможность, это сидишь, мечтаешь. Представляешь возможности разные. Вот. Дальше сдвигаемся, на ком мы остановились. Будьте добры. А вот, да. Складной ножик, складское помещение. Складское помещение, хорошо. Складной ножик, расскажите нам про него, что такое складной ножик. Что-то, что может быть, может быть, не компактовано. Компактовано. Это неплохо, кстати, сказано. В том смысле, что здесь уже сразу заложена идея, что это не просто то, что складывается, а то, что имеет механизм складывания. Потому что книги, например, складываются, но они не складными. А что еще важно для складного? Да, это верно. И вот вы этим жестом сейчас показали, что на самом деле, когда мы говорим о складных вещах, мы говорим о раскладных вещах. И это очень хорошо отражает слово раскладушка. Раскладушка – это тире складная постель. Но она раскладушка. Потому что, когда она раскладывается, то что с ней происходит? Она функциональна, совершенно верно. Складными мы называем вещи, которые в разложенном состоянии функционируют, а в сложенном состоянии удобно хранятся. При этом, как правило, свои функции уже не выполняют. На складном велосипеде ездить можно, но только до тех пор, пока он не сложен. Как только ты его сложил, это уже железо, а не велосипед. Хотя есть, конечно, и исключения. Например, складной стол может доставаться столом и в сложенном состоянии. Просто в разложенном он становится больше. Дальше. Невежливый ребенок и невежливый человек. Но вы убрали слова «невежие» и «невежие» надо было остаться внутри существительных. Потому что это там невежливые и невежественные, конечно, тоже паронимы, но другие. А смысл их близкий. Попробуйте объяснить теперь, невежие – это кто? Невежие – это человек, который не понимает вежды. Который не вежлив, да? То есть это нахал. А невежда – человек не образованный, совершенно верно. То есть, условно говоря, математик невежа, он может и хороший математик, но он грубиян. Математик невежда – он плохой математик. То есть он может быть студент математического факультета, но при этом просто плохо знающий предмет. Понятно? Все у нас на этом было? Да. Ну вот, вы видели, что это на самом деле для нас легкое дело писать. Здесь нет никакой сложности особенной, кроме лени, у некоторых кто не пишет. Но о паронимах я должен вам еще сказать одну коротенькую вещь. Дело в том, что паронимы, они в нашей голове хранятся очень близко друг к другу. Соответственно, когда хочешь достигать воздействия на аудиторию, есть такой прием сближения паронимов. Это когда рядом ставишь два этих слова, несмотря на то, что они однокоренные, и как бы высекаешь искру из этого удара. Потому что в нашей голове это происходит именно так, так как они близко друг к другу, но нетождественны. Когда ты их соединяешь, то у человека в голове что-то чешется. То есть там мысль какая-то проскакивает. Я не буду придумывать примеры. Вот недалеко от вас, в 465-й аудитории, и у биологов есть такие стенды, посвященные одному из основателей факультета биологии, Василия Ивановича Патрушева. И там он один из учеников Вавилова, то есть доктор наук еще в 40-х годах, очень молодым человеком, генетик, который прошел всю эту борьбу с генетикой и все-таки выдержал. Вообще очень интересный ученый, среди его учеников два больших академика, то есть Российской Академии Наук. То есть серьезный ученый. Но в 50-е годы наш уральский рабочий написал о нем статью «Несколько грубых ошибок в одной лекции профессора Патрушева». И в общем, его там обвиняли в том, что он недостаточно ругает генетиков, висманистов, марганистов, и даже что-то там такое делает, вроде бы они молодцы. В общем, ошибаются крупно. И его разбирали на партсобрании. И вот один из его учеников, академик Большаков, если я не ошибаюсь, его фамилия, могу ошибиться, можно проверить. Он в своих воспоминаниях пишет, что он студентом был на том собрании, потому что полный зал набился людей, не только партийных, но и студентов. Все уважают человека. И он с того собрания запомнил фразу, которую Патрушев сказал в свою защиту. Его обвиняли в том, что он студентам дает домыслы вместо проверенных надежных партийных знаний в биологии, в сельском хозяйстве. На что он произнес вот эту фразу, которую Большаков запомнил. И как он говорит, до сих пор на ученых советах и в лекционных залах я ее всегда привожу. Эта фраза такая. Лучше домыслы, чем недомыслие. Это классический пример парадемической аттракции. Смотрите, и домыслы негативное слово, и недомыслие негативное слово. Хоп, соединили их рядом. И получилось, что домыслы не негативное слово. Что это добавка мысли. А недомыслие, недостаток мысли. Недостаток мысли плохо, а добавка мысли хорошо. И так вроде бы простая такая вещь, а мозг чешет. И чешет вот так по-настоящему. Потому что это из одного места слова взялись. И они вот из одного места, они в голове у нас так лежат. И за счет этого аудиторию можно интересно убеждать. Ну то есть это один из приемов плечевого воздействия. Им очень часто пользуются поэзии. Кто знает народные заговоры и прочие какие-то вещи, могут обратить внимание, что фольклор постоянно пользуется парадемической аттракцией для того, чтобы перевести человека, ну как психологи говорят, в измененное состояние. Потому что когда человеку говорят что-то типа «волки боют волчьим боем по волчьим», то у нас в мозге, может быть, что-то зависает такое. Это все из одной. И нас действительно очень легко этими словами заболтать так, чтобы мы ушли в это измененное состояние и сняли блокирующие механизмы сознания. Ну то есть тут много всего интересного происходит, но для нас с вами сегодняшнее занятие завершается на простой идее. «Хочешь говорить точно?» Ищи маленькие компоненты, важные в конкретном случае. Делать это постоянно в речи невозможно. Речь и сама это делает. Но в тех случаях, когда тебе нужно выстроить очень хорошую фразу, одну небольшую, посиди и сделай так, чтобы никакие дополнительные смыслы в нее не вмешивались. Это и будет выдвижение актуальных смыслов на первый план. И если добавлять к этому вот такие небольшие упражнения полуигровые на предмет того, что общего в словах, а чем они отличаются, шутливые это могут быть упражнения. Вы можете там отличать хоть матерные слова друг от друга для мозга. Это, кстати, очень интересно, потому что их много, а корней там всего 5-6 матерных. Ну, 7-7 надо посчитать и поспорить. И спорить. Ну, вообще называют отчетливо матерных 5-6 корней и спорят, потому что если называть 7, значит расширять эту группу. А вообще ее принято не расширять, а сужать. Но это не так принципиально. А слов-то очень много за счет богатства словообразования русского. И вот пытаться отличать их друг с другом очень интересно. И это тоже работа для мозга, правда, ну, для мужских компаний. В общем, можете устраивать мальчишек и можете экспериментировать. На сегодня это все. Всего доброго. Увидимся в следующем году. А когда работу над ошибками делать? Я расскажу обо всем на следующем. Спасибо. 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 Спасибо.